Приветствую, дорогие коллеги! Сегодня соус Цезарь. Уже был у нас на канале салат Цезарь ленивый, поэтому сегодня меня просили и даже просили спонсоры, я помню, сделайте нормальный соус Цезарь. Вот делаю. Поздновато, конечно, но я как всегда. Почему не салат? Потому что, в общем, салат Цезарь, он состоит на 80% из соуса, а 20% как все остальное. Зелень салатная до гренки. Все, полили все соусом, потерли сырку, вот вам салат Цезарь. Замечательно. Ну, то есть, вкусовая база, вкусовая вот эта вот бомбическая сила, это, собственно, сам соус. Более того, совсем не обязательно использовать соус Цезарь для салата Цезаря. Вы можете этим соусом заправить любой, я считаю, салат, который состоит из овощей. Ну, там, да, помидорки, огурчики. Почему не заправить соус Цезарь? Это замечательно. Любые другие салатные листья можно взять. Ну, ладно, это я уже растекаюсь. Вот, собственно, приготовим. Вот, дорогие коллеги, соус готовится на базе... Сейчас сделаем такой полумайонез, просто яичный желток с маслом взобьем. Потом добавляется сюда... Можно добавить горчички, это совсем не обязательно. Да, можно добавить, вот, не можно, а нужно. Это база, это вустершир, это вот анчоусы, это сыр пармезана. Я вот пакетик тертого купил. Предполагаю, что это некий псевдо-пармезан, но, тем не менее. Чуть-чуть подкислим его, да, лимонным соком. Вот, и вот такой одинокий зубчик чеснока. Начну я взбивать желтки. Значит, я, соответственно, отделяю белок от желтков. Вот, берем себе миску устойчивую. Я это, конечно, мог бы сделать и в миксере, но, тем не менее. Вот, я, знаете что, дам немножко горчицы все-таки. Все-таки я дам немножко горчицы, просто вот буквально вот чуть-чуть. Вот, она хороший эмульгатор. Вот так вот буду взбивать потихонечку-потихонечку, добавляя масло. Я, видите, сейчас все делаю на глаз. Так, коллеги, посмотрите. Вот, густота, я считаю, достаточная уже. Просто можно и гуще взбить. То есть добавлять, продолжать постепенно масло и взбивать. Но мне соус делать, да, а не замазку. Поэтому, ну, достаточно, я считаю. Вот, то есть это такая базис, основа для майонеза. И дальше мы начинаем давать ей вкус. Потому что здесь есть, кроме совсем маленькой щепоточки горчички, больше ничего. Ни соли, ни кислоты, вообще ничего. Анчоусы, один из таких заметно дорогих ингредиентов вот этого всего дела. Значит, я что, я думаю, мы можем чеснок с анчоусами... Анчоусы надо измельчить, чеснок надо тоже измельчить. Вот чеснок я измельчу вот сюда, то есть, ну, сразу дам вот, да, вот сюда. Потому что эта штука его хорошо измельчает. Я не хочу, чтобы было слишком, так сказать, много хлопьев. А вот эти вот хлопья, которые неизбежно остаются, я уже буду измельчать вот здесь ножом с анчоусами. Вот, вы видите, я делаю мало сейчас соуса, поэтому мне тут... У меня и чеснока немного. Вот, и анчоусов я положил 3-4 рыбёшки. Так, вот оно и вот так вот пошли. Что-то подложил вот эту самую тряпку под доску, а получается какая-то долбёжка такая, досочка маленькая. Вот, это я всё нещадно... Конечно, идёт сумасшедший аромат. Вот, ну как сумасшедший аромат, вкусный, вкусный такой. Анчоусы дают вот эту свою. Между прочим, я вот слышал такое, что анчоусы, они их очень много вот здесь, в вустере. И можно, если нет анчоусов, там, да, или нет бюджета на анчоусы, ну, например, вам дохрена надо, да, сделать этого соуса, то можно просто там в 2 или в 3 раза увеличить количество вот вустера, и тем самым можно не класть анчоусы. Я так не пробовал, вот, но почему нет, почему нет, в целом да. Вот, и, в общем-то, вот сюда. Вот, но здесь важно пробовать, пробовать. Замешали, добавили, попробовали. Значит, дальше, пармезан. Я тоже, я просто сейчас всыплю сюда пармезан. Вот, как я считаю, это вот, я всыпал чайную ложку. Но здесь я делаю порцию соуса, это фактически вот на одна, ну, максимум две маленьких порции салата. Вот так. Вот, я пока не солю, не солю, потому что, ну, понятно, да, у меня сейчас будет здесь, у меня анчоусы соленые. Если мы видим, что соус получается очень густой, видите, потому что добавился сыр, все, можно добавить, коллеги, чуть-чуть водички, прямо вот чуть-чуть. Мне кажется, это надо сделать сейчас вот, вот так. Вот это вот самое, видите, как прям сразу ситуация улучшилась. Потому что я его, может быть, вот в начале майонезную основу, да, я немножечко, может быть, перебил. Так, сейчас я попробую, сниму пробу. Не хватает соли, пока не пойму, но не хватает здесь кислоты. Вот, ну, собственно, в этом нет ничего удивительного, да, потому что я ее вообще не добавлял. Вот, сейчас попробуем. Вот опять же, вот буквально, да, я добавлю, потому что, как я говорю, одна порция. Сейчас вот опять перемешаю кислота в виде лимонного сока. Можно, кстати, уксус какой-нибудь винный, я думаю, запросто. Она сейчас подраскроет немножко вкусовую палитру всю, и мы поймем. Может быть, нам не будет хватать здесь чего-то еще. О, класс, уже класс. Но соли точно не надо, дам, наверное, все-таки вустера. Так, вот, четыре, пять, пять капель, пять дышей таких. И вот так вот соус этот будет у нас доведен до вкуса. О, класс. Вот, хорошо. Но еще немножечко. Вот отсюда дожму. Я вот сейчас вот так, все. Но вот совсем чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть соли я, может быть, еще столько же, все-таки попробую дать. Потому что что-то мне подсказывает. Вот что-то вот вроде хорошо, вроде с каждым разом все вкуснее. Может быть, знаете, анчелсов, нет, анчелсов немало здесь. Анчелсов достаточно, потом, я говорю, анчелсов здесь самый дорогущий, самый дорогущий ингредиент. О, ну вот так, да. Вот, тут, коллеги, по соли тут, вот у меня, я многовато соли ем, поэтому вот чуть добавил, мне стало повкуснее. Кому-то из вас, то есть вы даже не будете добавлять, кто-то добавит чуть больше, кому-то покажется, что кислинки надо еще добавить, вот тогда ваш соус будет вкусный. Вот не так, что вы отмерили там, а, этого столько, этого столько, этого столько, этого столько, там, два желтка. Каких два желтка? Вот у меня было, насколько я помню, С1, и масла понадобилось меньше гораздо. А кто-то об этом не подумает, да, кто-то будет следовать по рецепту, два желтка, а у него С0 здоровенный, бум, ему масла не хватит наоборот. И так далее. Кто-то возьмет какой-нибудь вустершир поддельный, там, да, или, не знаю, там, или пародию какую-нибудь на этот ворчестер. Тоже немножко по-другому будет. Поэтому вот потихонечку, потихонечку пробуйте, пробуйте, пробуйте. Вот после того, как основную майонезную вот эту основу сделали, добавляете, вводите туда пармезанчик у кого-то. Это, конечно, я не знаю, я сейчас вот попробую. Ну, такой, как сейчас можно говорить, такой себе пармезан. Поэтому кто-то возьмет, кому-то привезли там, может быть, да, голову пармезана, прям там, дорогущего, прям, прям, прям пармезана, как это, пармиджана-риджана, да. Вот он туда чуть-чуть добавит, и уже вкус пойдет обалденный, хороший. Так что вот, дорогие коллеги, дорогие спонсоры, вы меня просили, я понимаю, что я, как всегда, все задерживаю, но, тем не менее. Вот он этот соус. Значит, по поводу салата. То есть, нас отделяет вот зеленуха, и вы можете купить гренки, как гренки, там, как крутоны готовые, вы можете использовать темный, черный хлеб, белый хлеб, ну, я думаю, уместнее использовать белый хлеб. Значит, кому интересно, как сделать сухарики самим, пишите в комментариях, я сделаю видеоролик, друзья. Я не помню, я делал на канале или нет, по-моему, не делал. Вот. Просто если вы научитесь делать сами сухарики, чем хорошо? Их делать очень быстро, и вы получаете любой вкус, который вы хотите. Вот. Так что, если интересно, я сделаю. Сухарики, зелень. Вы можете взять салат Романо. Это самый, считается, правильный салат. Вы можете взять вот дешевый, как у меня, вот, какой-то там, не знаю, за 50 рублей. И, собственно, все. Порезали зелень, положили гренки, посыпали пармезаном, потому что пармезан не только в соусе, да, но еще и салатом посыпается. И вот соусом полили. Вот весь салат. Вот. Но пробуйте использовать его и в других салатах. Мясная составляющая, она как бы к классическому цезарю не относится никак, там ее не было. Вот. А так курица жареная, да, креветки еще дороже его сделать, чтобы вот прям вот оригинальный. Помните, теперь вспомните, дорогие друзья, что тем, кто не подписан, нужно подписаться на канал, если на самом деле и нажать на колокол, да, не о том хотят сказать. Вспомните первое видео про ленивый салат Цезарь. Почему я вам говорил ленивый? Потому что мы там использовали покупной соус. И вот посмотрите, какие ингредиенты использовались здесь. И почитайте, будете вот в следующий раз, пойдете в магазин, подойдите к витрине там с соусами. Там этих соусов пармезан, ой, Цезарь будет стоять там штук пять, наверное. И почитайте состав. Вы там ничего общего не увидите вот с этими ингредиентами. Поэтому я говорю как бы вот, ну вот так, да. Такие дела. Дорогие коллеги, я, как всегда, желаю вам крепчайшего здоровья категорически. И, собственно, отличного настроения, чтобы оно у вас было всегда. Хорошего дня, если вы смотрите с утра, прекрасного вечера. Если вы едете домой. Скоро увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok